То, что это нам даст? Ну, понимание у нас будет откуда-то, ну, всё это как? Да не только понимание, ещё у нас будет практическое понимание, что не только в Аум-Ар-Асии нужно искать ответы на то, что здесь изображено. А также в Летице, известно ещё как Глаголица, а также в рунических надписях. Ну, понятно же, что если это Мишанина, то, соответственно, нужно искать, а где же это в чистоте, и как, и что это значит. Так же же или как? Ну, вот так. Ну, точно. При этом снова я прошу в рунические источники не совсем записывать хиневическую коруну, поскольку, ну, вот в разных музеях я был, разные штуки изучал, а вот с его письменностью, ну, вот как-то не попадалось мне. Конечно, это не доказывает, что, как бы, не было такой письменности, но и не доказывает, что была. То есть ни туда, ни сюда. В принципе, я советую изучать ретринские руны. Есть знание и понимание, что это такое, где оно находится? Нет, я пока только скандинавские и славянские слушал. А славянские какие? Нет абстрактных славянских рун. Есть руны хинев.